Мастер иллюзий. Выставка Мэтта Коли Шоу открылась в столичной галерее Гарри Тетинцяна. В Москву художник привез ключевые произведения последних четырех лет. В своих работах Коли Шоу обращается к вечным темам. Стирает границы между реальностью и мифами. Соединяет классическое искусство с новейшими технологиями. В черных зеркалах вместе с посетителями отражаются полотна старых мастеров. Райские птицы, нарисованные в гиперреалистическом стиле, своеобразный оммаж ученику Рембранта Карлу Фабрициусу. Инсталляция All Things Fall. Всё падает. Это зоотроп из 300 неподвижных фигур, который вращается со скоростью 60 оборотов в минуту, создавая эффект движущихся картинок. Эту работу критики называют современным шедевром. У нас в гостях художник Мэтт Коли Шоу. Здравствуйте, Мэтт. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, Александр. Вы стали известны как часть группы молодых британских художников. Существование этой группы до сих пор актуально? Да, даже учитывая, что с тех пор, как мы были молодыми британскими художниками, прошло столько лет. У нас общее прошлое. Мы все любили английскую поп-музыку, Клэксонс, Дэвид Боуэ. Всё это влияло на нас. Мы загорались творчеством, хотели создавать, устраивать выставки. В этом смысле ничего не изменилось. Это не первый ваш приезд в Москву. Как, по-вашему, люди здесь реагируют на ваше творчество? Я пытаюсь сделать так, чтобы мое творчество было доступным, чтобы не нужно было читать инструкцию для его понимания. Все зрители уже подготовлены к нему опытом своей жизни, изображениями, которые сопровождают нас ежедневно, в газетах, на телевидении, в интернете. Мы ведь живём в мире изображений, и я думаю, каждый найдёт на моей выставке что-то знакомое лично ему. А вы знакомы с творчеством современных русских художников? Да, знакомы. И оно мне нравится. Но я не думаю, что принадлежность стране так уж важна в современном мире искусства. Оно давно переросло, эти границы. Вы работаете во множестве разных техник. Среди них есть любимая? Может быть, та, которую давно хотели попробовать, но не было возможности? Вообще-то, больше всего я люблю рисовать, но в последнее время это редко делаю. Не хватает времени? Как ни странно, есть более лёгкие и быстрые способы выразить то, что мне хочется. У меня есть блокнот, в котором я делаю зарисовки, но всё чаще работаю с виртуальной реальностью. Можете рассказать про главный экспонат выставки? Это лазерная проекция тысячелетнего дуба, который служил крестанищем Робину Гуду в Шерманском лесу. Насколько я понимаю, вы ведь сами из Ноттингема. Для вас это возвращение к корням? Совершенно верно. А какое значение эта работа имеет лично для вас? Когда я был маленьким, мы часто навещали это место, потому что жили рядом. Я очень любил эту сказку. Но это дерево всегда выглядело таким грустным. Оно уже очень старое и хочет умереть с достоинством. Но из-за мифологии туристов в нём искусственно сохраняют жизнь. Ветви поддерживают цепями и стальными тросами. Я создал эту работу во время голосования по Брексит. Для меня оно олицетворяет эту мифическую великую старую Англию, где все были счастливы, где не было иммигрантов и у всех была работа. Я думаю, этой Англии никогда не существовало. Это миф, за который мы держимся. Поэтому я создал оптическую иллюзию. Проекцию видно только с одной стороны. Если её обойти, она исчезает. Мы хотим в неё верить, но её нет. То есть вы выступаете за эвтаназию? Для меня. Ваши работы содержат большое количество отсылок к прошлому. Например, All Things Fall основано на библейском сюжете. Но почему вы ищете вдохновение именно в прошлом? Этот сюжет один из самых популярных среди художников во всём мире. В театре его часто изображали очень натуралистично. Куклы младенцев выносили на авансцену, спарывали ножами, так, чтобы искусственная кровь заливала первые ряды. Меня интересует, почему мы так тянемся к насилию, к медвежьим боям, к Ориде. Почему мы с удовольствием смотрим на жестокость даже в мультфильме Тома Джерри. Лицезреть убиение младенцев искушение для нас. Почему? Это очень интересный моральный вопрос. То есть вы думаете, что миролюбие и толерантность – это наша общая маска, а внутри мы варвары, жестокие и кровожадные? Я ни в чём пока не уверен. Я просто исследую этот вопрос. Может быть, это наш механизм выживания. Мы смотрим, как грызутся собаки, или фильмы с Жан-Клоном Ван Дамом, потому что запрограммированы учиться на жестокости, чтобы в похожей ситуации вспоминать, как нужно вести себя, чтобы победить. То есть это не обязательно ужасно? Именно. То, как мы тянемся к жестокости? Возможно, с её помощью мы просто выживаем. Спасибо, что вы пришли. Я желаю вам найти истину в ваших поисках. Спасибо большое. У нас в гостях был художник Мэтт Колешоу.